Не искупаться, не постирать, не приготовить еду. С такими проблемами столкнулись жители улиц Ермолинская, Березовая и Фокина. Из-за отсутствия воды в микрорайоне случился коллапс, который продолжается уже четвертые сутки. Начиная с пятницы и по воскресенье, по вчера. Вот перебои с водой постоянные. А как справляетесь? Сейчас же ребенок, не помыть? У меня ребенка не купали вечером, потому что не могли, воды не было. Ходили в магазин за водой, за бутилированной, чтобы накормить, напоить ребенка, приготовить. Что говорят, известно? Я не смогла дозвониться до компании, муж тоже не смог, но девочки у нас в подъезде сказали, что какая-то авария. Ну вот давали в день, там два-три раза набирали, потом только вот. А так с магазина покупали. Если объявление хотя бы было бы, намного проще, мы бы запасились. Вот. А так вот надо разбираться. Постоянно у нас проблемы с водой. С перебоями вода. Говорят, выходные отключали. С пятницы по воскресенье постоянно то отключают, то включают. У нас бойлер, греем воду. Когда дают холодную, греем бойлером. Что-то часто отключают. Что-то я не пойму, или то ли они берегут это, какие-то деньги, не знаю почему, но часто отключают. Ни одного объявления об отсутствии воды вывешено не было. Люди находятся в неведении, и когда все это прекратится, не ясно. Чтобы хоть как-то разъяснить ситуацию, мы решили обратиться в управляющую компанию «Южное Видное». Кто может прокомментировать ситуацию, почему нет воды четвертой сутки? Водозаборный узел, который снабжает водой этот микрорайон. Ресурс снабжающей организации. То есть вы никак с этой ситуацией не можете справиться? Мы же не ресурс снабжающей организации. Но это взаимодействие какое-то у вас... У меня нет доступа на водозаборный узел. Вы пройдите на водозаборный узел, они вам все прокомментируют. Где находится эта организация, которая... Вот там. Где вам там? Вот там. Пойдемте, я вам покажу. Вместе с представителями управляющей компании мы проследовали к водозаборному узлу. Но попасть туда так и не смогли. Только лишь узнали название предприятия. В интернете мы нашли контакты этой организации. Давайте попробуем связаться с ними хотя бы по телефону. Видимо, не только попасть в эту компанию мы не можем, но и дозвониться туда проблематично. А что говорить о простых людях? Возможно, им стоит воспользоваться порталом Добродел, созданным по поручению губернатора Московской области, куда ежедневно о своих проблемах пишут тысячи жителей Подмосковья. А мы будем следить за этой ситуацией. По району дежурили Юлия Погосян, Владимир Бижонов. Видное ТВ.